В Москве у следователя обнаружили биткоинов на сумму 28 миллионов долларов, а также темпы установки криптовалютных автоматов возобновили рост. Всех приветствую, вы на канале Седоинвесторы и сегодняшняя рубрика «Актуальные новости». Заваривайте чаек, присаживайтесь поудобней, давайте приступать. Начальника следовательного отдела Комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбива обвинили в получении от последственных хакеров взятки в размере 1032.1 биткоина более 28 миллионов долларов. По версии следствия, подозреваемый получил криптовалюту 7 апреля 2022 года от участников хакерской группировки Infrared Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского за неналожение ареста на их активы. Биткоин обнаружили в ходе расследования дела о коррупции против Тамбива. Код доступа к электронному кошельку с криптовалютой следователь якобы хранил в папке с названием «Пенсия». 5 июня 2023 года суд рассмотрит иск о конференциации коррупционных доходов Тамбива. В 2022 году российские суды вынесли почти на 15% больше связанных с криптовалютами решений, чем годом ранее. 1758 против 1531. В феврале 2023 года в Москве задержали биткоин-консультанта Кристофера Эмса, который помогал Северной Корее обходить санкции с помощью цифровых активов. На самом деле сейчас таких моментов в криптовалютном сегменте очень много. СМИ рассматривают самые глобальные. А сколько всяких мелких коррупционных сделок? О, очень много. Мы-то думали, что будут использоваться какие-то децентрализованные активы типа Монеро, либо Дэш, но вот как вы сами видите, не боятся использовать даже сам биткоин. На самом деле все просто, он менее волатилен, чем остальные активы. Но это не последняя новость на сегодняшний день, я подготовил для вас еще довольно интересную информацию, а именно про криптоавтоматы. Количество криптовалютных банков по всему миру увеличилось до 35 065 единиц. В начале апреля их было на 5% меньше, 33 389, согласно данным CoinATM Radar. Лидерам по числу установленных Bitcoin ATM остаются США, 30 014 единиц, 84%. На второй строчке рейтинга Канада, 2740 единиц, или 7.6% от общего числа. На третьем месте располагается Австралия, 463 единицы, 1.3%. В резерве производителей General Bytes с 10 109 криптоавтоматами, 28.8%. Далее идут Byte Assets, 6913 единиц, либо 19.7%. Ну и конечно же Genesis Coin, 6596 единиц, либо 18.8%. Ведущим оператором Bitcoin ATM является Bitcoin Depot. Фирма управляет 6362 устройствами, или 18.2% долей рынка. В топ-3 также попали CoinCloud, 4265 единиц, либо 12.2% и CoinFlip, 4043 единицы, 11.5%. В январе 2022 года началось замедление темпов установки устройств. Во второй половине прошлого года появилось лишь 94 новых ATM против 4169 за январь-июнь. В феврале 2023 года оператор Bitcoin ATM CoinCloud подал заявление о банкротстве. Обязательство компании перед 10 тысячами контрагентов оценивается в диапазоне от 100 миллионов долларов до 500 миллионов долларов. В том же месяце полиция западного Йоркшира и Управление по финансовому надзору Великобритании провели рейды против нелегальных биткоин-банкоматов в районе Литца. В марте проверки начались и в Лондоне. Ну что здесь можно сказать? Если индустрия развивается, значит необходимо устанавливать все больше и больше биткоин-автоматов. Самое главное, чтобы они были конечно же легальными. Иначе весь этот рынок когда-нибудь полностью прикроется. Кто бы что не говорил, но мое личное мнение остается прежним. Криптовалюта – это самые лучшие инвестиции на сегодняшний день. Особенно биткоин. Самое главное – не пытаться заработать в краткосрок. А именно фьючерсы и всякого рода спекуляции требуют большого количества ума и не менее времени. Лично я сделал для себя выбор. Среднесрочные и долгосрочные инвестиции мне подходят больше всего. Я не спорю то, что существуют очень крутые трейдеры, которые действительно выходят в плюс, но как правило у них нет времени заниматься ютуб деятельностью, осведомлять все свои знания. Они работают либо на самих биржах, либо занимаются своим личным заработком. И поверьте, там времени у них не хватит абсолютно ни на что. Только трейдинг. В любом случае у каждого своя голова на плечах и каждый выбирает свое. Кому-то и фьючерсы заработок, а кто-то любит просто инвестировать. Я лично выбрал путь накопления. Мне он подходит больше всего. Повторяю еще раз. Такой ролик был на сегодняшний день. Если понравилось, то обязательно поддержи его лайком, комментарием, подпиской и еще можешь поставить колокольчик. Ролики выходят каждый день в одно и то же время. Ну а с вами я вынужден прощаться. Всем до завтра.